Привет! Минутка сакса от Таразы Гусарова началась. Тема на сегодня... Бумажка. Однако, это не просто бумажка. Изготавливается она из нескольких небольших сложенных друг на друга листочков табачной бумаги. Получившееся чудо оригами необходимо разместить в полость рта, на резцах зафиксировать ее языком. Бумага прилипает к зубам очень быстро. А теперь внимание! Устойчивость звука за счет дополнительной поддержки от бумаги увеличивается. Это просто... Супер! Нижние зубы больше никогда не будут резать вашу губу. Но и это еще не все. Если вы не выключите видео прямо сейчас, то узнаете, что брать верхние звуки на сопрано-саксофоне просто нереально. Без дополнительного упора или нажима нижней губы на трость. Однако, сделать это безболезненно для внутренней стороны нижней губы, не используя бумажку, невозможно. У исполнителей с классической постановкой амбушюра при занятии на саксофоне со временем на нижней губе появляется небольшой болезненный рубец. Прямо в том месте, где резцы соприкасаются с губой. И наша специальная бумажка поможет избежать этого дискомфорта. Иногда я замечал, как коллеги по сакс-цеху используют обычную бумагу вместо табачной. Не скрою. Это также облегчает игру. Однако, обычная бумага не обладает такой же устойчивостью к той влаге, которая характерна для полости рта и быстро приходит в негодность. Если вы хотите сделать перерыв, снимите бумагу с зубов и оставьте на трости. Старайтесь конструировать новую бумагу на каждый день. Это правило гигиены. Упаси вас всевышний оставлять мокрую бумагу в коробке с тростями. Трости позеленеют и коробка превратится в болото. Если не хотите использовать бумажки, существует медицинский скотч. Это некая тряпочная лента. Вырезаете нужную ширину и склеиваете липкой стороной друг к другу, пока не будет удобная толщина. После нескольких дней игры бинт принимает форму зубов и его можно использовать неоднократно. А еще существуют стоматологические пластинки ЭЗО. Очень хорошо работают, кстати. Только... Стоит. Оружие. ... ... ...